В студии мы приветствуем актёра Московского театра «Современник» Александра Олешко, который сегодня отмечает свой день рождения. Александр занят в спектаклях «Балалайкин» и «Ка», то бишь компания. «Вишневый сад», «Три сестры», «Ещё раз», «Гон короле», «Гроза» и многих других. Наверное, многим телезрителям Олешко знаком по сериалу «Остановка по требованию», где он сыграл в дуэте с Марией Ароновой. Александра пришли поздравить его друзья. Одна из самых ярких и модных молодых режиссёров Нина Чусова, которая поставила такие динамичные и красивые спектакли, как «Шинель», герой Габблер, «Гроза». Продолжай. Супер. Ну, а я продолжу, поскольку сегодня у нас также оригинальнейший человек, собственно, в оригинальном формате, а именно Михаил Циталашвили. Он сегодня будет показывать вам оригинальнейшие иллюзионные номера, не только вам, но и, на самом деле, он подготовил сюрприз. Какой-то страшный сегодня будет всё гореть, всё летать имитацией. Да, Александр, мы вас поздравляем от всего коллектива, от всего канала. И, наверное, самое главное всегда желаю вам сказать имениннику на вашей профессии творческих успехов и безграничных возможностей для реализации. О, как закрутилось. Класс. Ну что ж, тогда... Ну что ж, наша встреча подошла к концу. Всё, самого доброго. До свидания. Сейчас мы просмотрим небольшой сюжет о вас, и потом продолжим разговор. К сожалению, хорошее дело сериалом не назабудет. Приготовились! Жена! Внимание, брутальный чуть-чуть. Здравствуй, мой мальчик. Я не мальчик. И не ваш. Мужчина, вам ясно дал понять, что нам не следует встречаться. Вы всё время названиваете, ходите в этот... Ну в чём дело-то? Ну зачем так нервничать-то, ну? Нам что? Было плохо? Ну нельзя всё мерить с позицией секса. Что-то не совпало. А что идут? Какие вы шеи-то непонятные в основном деле, а? С этим удивляйся. Хорошо. Если я скажу, что у меня есть другая... Значит, если ты врёшь мне, будет плохо тебе. А если ты мне не врёшь, будет плохо ей. Сейчас я не знаю, что вы можете такое сделать. Надо что-нибудь сделать. Мне сейчас не надо мне от этого угрожать, потому что я могу вызвать медицин, между прочим. Вызывай. Хотя молодца вызывай. Азорщичек ты море. Вот, собственно говоря, то, о чём мы буквально несколько секунд назад повествовали. У нас в гостях Александр Олешко, который сегодня пришёл со своими друзьями. Которые, в свою очередь, должны поздравить его с праздником. Который, в свою очередь, является праздником День Рождения. В доме, в котором построил Джек. Если вдруг у вас возникнут вопросы или вы просто хотите поздравить, то звоните по номеру 775-4190-095. Все входящие звонки бесплатно, кроме междугородних. И я заметил, знаешь, более вы насмотрели. Наверняка вы узнали там одно лицо, но, правда, это лицо было с богатой шевелюрой. Куда делается? Чему? И за что? Сбрили, сбрили. Я даже хотел к вам сегодня присутствовать в реке, потому что у меня есть для других спектаклей и для вот таких вот телевизионных... Набор паричков. Да, набор паричков. Но это для спектакля Роберта Стурера, Ромео Жюльетта. Я подошёл к Роберту Робертовичу за три дня до премьеры и сказал, «Вы знаете, я очень хочу, чтобы у меня убрали полный текст». Он говорит, «Слушай, ты первый актёр в мире, который хочет убрать текст, а не добавить фразу». Я говорю, «Можно я уберу?» Он говорит, «Ну давай, слушай». На следующий день я понял, что без тех, кто очень хорошо плыст, он вообще такой складывается. Я говорю, «Можно я уберу?» Он говорит, «Слушай, но только в моем возле больше ничего не трогать, то умоляю». И я побрился на усы, я страшно переживал, думал, что у меня какая-нибудь кривая голова, какой-то страшный череп. Казалось, ничего, да. Хотя сейчас мне утром тут у вас коллеги... Ой, блядь, Саша, на уголовненько похоже. На уголовненько похоже. Мне кажется, ваши гости, да и в том числе и наши гости, не ночуются, он просто томится в ожидании, поздравит. Ты томишься? Да, я томлюсь. Я уже с утра, видишь, пробежалась по полям. По грядкам, по гачам. Да, набрала ромашек себе. Хотела тебе спеть весенную. Какую весенную? Не могу, не могу, милую. Я ромашек нарвала. Сашенька, на самом деле, вот тебе, пожалуйста, с днем рождения. Спасибо. Я очень люблю. И вот пусть эти ромашки, они такие маленькие солнышки, вот пусть они в тебе зажигают бесконечное количество. А что любит Александр, мы, собственно, посмотрим буквально сейчас сюжет, после чего мы вернемся, и будут правления, поздравления в море, поздравления и счастья и здоровья.